Репортажи из исторических осыпляков, и у них на сайте есть мультимедийный проект с моими статьями. Также я пишу для других интернет-ресурсов, участвую в разных фотоконкурсах, в московских конкурсах, в российских конкурсах, пытаюсь участвовать в международных конкурсах, и у меня в 2016 году вышел альбом «Москва моими глазами» с моими фотографиями. Так, сейчас, что-то не переключается. Теперь уже про книгу. Основная идея книги, основная задача, которая у меня была, это рассказать о архитектуре Москвы таким простым, легким, доступным языком, чтобы любой человек, даже ребенок, смог понять уникальность нашей московской архитектуры, смог полюбить наш город, таким, каким я его вижу. Я рассказываю про... Ну, тема, видите, книжки «Архитектурная Москва», то есть основной упор на архитектуру. Я рассказываю про различные архитектурные стили, как их различить, какие стили возникли, когда, и почему они возникли в Москве в этот момент времени. Рассказываю про какие-то очень интересные исторические здания с необычной, может быть, там, судьбой. Рассказываю про московских архитекторов, которые все это создали, и без которых, наверное, наш город не был бы таким, каким он есть сейчас. Книжка называется «Путеводитель», то есть это не просто, там, архитектура Москвы, да, а «Путеводитель». И в ней есть восемь маршрутов. И гуляя по этим восьми маршрутам... Сейчас, момент. Гуляя по этим восьми маршрутам, вы будете изучать архитектуру города и архитектурные стили. Вот эти архитектурные маршруты, их всего восемь. Можно следующий слайд. И на этом слайде я показываю все многообразие архитектурных стилей, которые есть в Москве. Наверное, я, может быть, даже какой-то забыл, но в книжке он точно есть. И еще следующий слайд тоже можно. А здесь, на этом слайде я попыталась совместить маршруты со стилями. Как вы понимаете, сложно говорить на одной прогулке только про один какой-то стиль. То есть мы идем от дома к дому, и обычно бывает, что, конечно, стили все разные. Как это все вместить на страницах одного маршрута, на самом деле, очень сложно. Я попыталась это сделать, и получилось в каких-то маршрутах, это такая сборная солянка, сорти, но какие-то маршруты мне удалось посвятить в основном какому-то одному стилю. Вот, например, первый маршрут, это такой, я его назвала для себя, для этой презентации, водный маршрут по всем архитектурным стилям. Там я больше всего, наверное, говорю про сталинский ампир, но очень много говорю, так очень поверхностно, про другие стили тоже. Маршрут по Большой Никитской, Поварской, там очень много модерна, поэтому там основной упор идет на модерн. Маршрут от Маяковской до Никитской, но это уже другая Никитская, она делится бульварным кольцом на две части, и вот эта вот вторая часть, от бульварного кольца до Кремля. На этом маршруте я говорю про архитекторов, то есть вначале про Шехтеля, потом заканчиваю Баженовым, то есть там так немножечко по-другому все. Маршрут 4, это в основном древнерусская московская архитектура, очень интересная тема, и гуляя по Варварке, по Кремлю, по Зарядью, я стараюсь про нее рассказывать. Дальше маршрут 5 от трех вокзалов в Колубянке. Здесь очень много про конструктивизм. Маршрут 6 из Москворечья, это вообще совершенно такой особый мир, его, наверное, даже сложно как-то так объединить в какой-то конкретный стиль, там есть все, и он совершенно уникальный. Маршрут 7 по Причистенке к Красному Октябрю, здесь в основном идет Ампир. И последний маршрут по Тверской до Никольской, это главная наша парадная улица, она была такой, и до сих пор такая есть, тоже со своими особенностями. Вот они все, 8 маршрутов перед вами, и, конечно, это, наверное, процентом 10 того, что хочется рассказать про Москву. Это очень мало. И когда я начинала писать книгу, у меня был план, и в нем было 12 маршрутов, но в итоге просто остальные 4, они не вместились сюда, в книжку. И за то время, которое прошло от момента начала, наверное, скоро уже будет год, в сентябре я начала писать эту книжку, у меня в голове появилось еще очень много маршрутов. То есть Москва в этом плане это очень благодарный город, его можно изучать постоянно, и просто каждый день он будет открывать для тебя что-то новое. Так, следующий. Что еще у меня есть в книге? Я, наверняка многие из вас, гуляя по Москве, удивлялись названием московским старым, например, там, Зарядье, да, Китай город. Вот у меня в детстве в Китай город всегда удивлял.